Принял. Кубань, дизелю. Вижу колонну мотоциклистов с оружием АК РПГ. Принял. Держите позицию. Принял. Кубань, макету! Кубань! Кубань, на приеме. Вижу мотоциклов штук 20 и человек 50 пехоты. Принял. Действуйте по остановке. Фронт! 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 Свою! Расчинеть! Я здесь, пацаны! Своя! Держите, какие идут венец? Опiche! Я заступил! Попсевич, опечатал! Попсевич! Капец! Опять! Уф! Ну, вот вы дома. Глеб Иванович! Здорово! Да ладно, ну че, как? Да нормально. Жарко. Дома как? Да дубак! Семь часов летели, не могу терпеть. Давай побыстрим, пока не судим. Мы выйдем. Привет. Блин, как ты пятьдесят лет помолодел, елы-павла. И ты хорошо заградил. Молодого не забудь. Эй, молодежь! Скорей давай! Бегом! Эй, все наши здесь. Ну не говорил, собирался он. Давай-давай. Прикольно, его привезли. Давай-давай, помоги. Всех порвел. Да-да-да. КОЛОГОВОРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Значит, сейчас заезжаем в штаб на кам-де-ру на инструктаж Дальше, как обычно, на базу в Беринго Э, молодежь, я тут для кого выступаю? Извините Позывной Пионер Я тогда взял камень в руку и ответил, старый хер Ты пойми, что я не сука, я советский пионер Галстук ты не забыл взять? Корт Корт А что у нас, праздник какой намечается? Да нет, выборы у них здесь скоро Идите Объясняю правила Наша задача здесь Это исключительно подготовка военнослужащих местной армии ФК Вы будете обучать их основам тактики Методам ведения боя А если точнее То научить местных бойцов, с какого конца подходить к автомату Всем вам выдали оружие Но применять вы его можете только в случае прямой угрозы для жизни Но я надеюсь, что до конца вашей командировки таких случаев не будет Далее На базе Не бухать Мирных жителей не обижают В половые отношения с местной флорой и фауной не вступают И еще Для тех, кто тут в первый раз Центральная Африка – это страна возможностей И у каждого есть сейчас возможность вернуться обратно Пока борт заправляется, можете успеть Я понял Парни, если вопросов больше нет Грузимся в Урал Удачи Алло, Антуан Это Максим Твои люди готовы? Да, все как договаривались Все в порядке Тогда собирай их Через неделю вы должны быть в столице Не переживай Мы будем там раньше Уходите отсюда Почему вы еще здесь? Мы спим Я не хочу уходить Уходите Вы мне тут не нужны Быстрее, быстрее, пошевеливайтесь Я хочу, чтобы каждый из вас понял Это наша территория Туадер он нам никто Он сидит в Банги, считает, что может нам указывать Но он не царь, чтобы решать Мы должны решать, как нам жить Мы пойдем и заберем то, что принадлежит нам по праву Мы едем в Банги Там много людей У них много денег У них много золота Все это будет вашим Я вам обещаю, что год вы будете убивать, грабить и насиловать Едем и заберем то, что хотим Едем в Банги Поехали Едем Антуан Да Я не поеду Почему? У меня сын заболел Твой сын? Да Да Сын – это важно Возвращайся домой Спасибо, спасибо Спасибо большое Спасибо, спасибо Ну что застыл? Не стесняйся, ознакомься, Бакаса, первый император. Сорок лет назад, как свергли, так у них с тех пор сплошные воины. Здравия желаю. Первый раз тут. Да. Здоров. В каком подразделении служил? В полиции. Уволили. Бывает. В боевых действиях принимал участие? Нет. Молодец. А то иногда попадаются герои. Один приехал, говорит, 27 танков подбил. Знаешь, себе башки отдавай крутить. Где у нас такая курская дуга была недавно? Оказалось, в компьютерной игре. Ха-ха. Через два дня домой попросился. Вань, ну что там с машиной? Делаем, делаем. Давай, заканчивай. Вечером нам в город. Хорошо, хорошо. А мне вроде сказали, здесь боевых действий нет. Сейчас нет. Но у местных бурмалеев традиция. Как только выборы, сразу фейерверк со стрельбой начинается. А ты, если боишься, может, сразу домой поедешь? Нет. Французским владеешь? Да, в школе учил. Енисей, медикаменты когда на базу везем? Сейчас я к тебе в санчай зайду, там поговорим. Давай. Разрешите вопрос? А можно позывное изменить? А какое у тебя позывное? Пионер. Ну, будешь турист. А почему туриста? Потому. Не похоже, что ты сюда работать приехал. Хотел сменить, сменил. Все. Ты куда набрался только? Так мы же здесь на три месяца. Не знаю. По опыту две пары носков. Максимум три. Днем носишь, вечером стираешь. Хорошо. Хотя смотри сам. Я в первую командировку тоже две сумки привез. С лёгким паром. Залат, чё ты? Пацан молодец, а? А товарищек заботишься. Поврёт, всё нам достанется. Чё ты там понабрал-то? Ну-ка. Ты чё? Ты какие-нибудь туфли взял? Ну, ты на ёлку, слушай. Ты откуда такой взялся-то, блин? Из полиции. Откуда? Мент, что ли? Сыка, ненавижу ментов. Спасибо. Приятного аппетита. Встали вчера смешливую капошку отрабатывать. А у меня там есть один амбал. Центер с лишним точным. Ну, в общем, я решил на нём пару бросков показать. Но он у меня всей тушей приземлился. Свинялся потом очень. Ну, с тобой понятно уже. Что с пеналом? Пенал, начнись. Опять маляра? Заколебал уже. Пятый раз за два месяца. Всем приятного аппетита. Двоим напомнили. Совещание в шестнадцать в штабе. Добро. О! Кстати, пенал. Что? А ты слышал новое распоряжение вышло про маляру? Серьёзно, что ли? Кто три раза маляра переболел, тому досрочный выход на пенсию и на отбавки. Сергей, скажи. Ага. И ещё ежегодный санаторий. А, и бесплатную путёвку. В Сомали. Зимон, ты на свою группу патронов получал? Получал. Слышь, турист. Ты же турист у нас теперь. Будешь патроны получать. Ой, смотри, новая разработка. Фосфорный. Попроси, чтоб тебе таких же отсыпали. А таких, чтобы из-за угла стрелять, нет? Нам в полиции выдавали. Лекарство-то у доктора получал? Умник. Нет. Профилактика от маляра. Тут ты попроси эти нормальные, как они. Пикосульфат натрия. Потому что те, кто не в курсе, он всякую ерунду даёт. Они даже не работают. Градус! Э! Выдай бойцу лекарство. Спасибо. Что кому? Колёса парню выдай. От маляры. На, держи. Приём раз в неделю. Только они ни хрена не помогают. А мне сказали, другие есть. Пикосульфат натрия. Первый ход? Ясно. Чё сидишь? Иди в процедурную. Короче, пикосульфат тебе не поможет. В первый замес попадёшь, само собой всё случится. Градус да так, да, что мам не горюй. Я тебе отвечаю. Пикосульфат — это слабительное. Спасибо. Спасибо. Блин. Лучика! Стой! Проходи! Какие новости? Я договорился с лидерами нескольких группировок о вхождении в коалицию патриотов за перемены. Они готовы поддержать вас. Думаю, за сутки до выборов Банги будет полностью под нашим контролем. Это прекрасно, что вы умеете думать, Максим. Но нам нужны не прогнозы, а конкретика. Сейчас на Банги идет около двух тысяч бойцов. Кроме того, во многих городах у нас есть свои люди. Так что помешать нам некому. Этой конкретики вам достаточно? Не надо считать нас идиотами. Мы не первый раз идем на столицу. А что по поводу русских? Что говорить о русских? Они просто обучают местную армию. И все-таки я вам советую подумать об этом. Сколько их сейчас в стране? Чуть меньше двух сотен. Недавно прибыло еще десять человек. Вы хотите сказать, что пара тысяч наших бойцов не справятся с двумя сотнями русских? Я уверен в нашей победе. В вашей победе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ненесей на связи. Что у тебя? Ненесей Дефиру. Ненесей Дефиру. На связи. В километре на север от позиции замечено перемещение вооруженных людей из местных по направлению в сторону населенного пункта Бода. Около пятидесяти. Вооружение АК и РПГ. Енисей Колосу. На связи. Наблюдаю вооруженных гражданских у населенного пункта Бали. Вооруженные АК и РПГ. По численности пока непонятно. Вероятно направляется гидроэлектростанция. Енисей модулю. Енисей на связи. У тебя там тоже движуха? Так точно. Колонна боевиков на перекрестке на севере от нашей позиции. Где-то четыре десятка. Вооружены. Вижу калаши. Около пяти РПГ. Пикап с пулеметом. Двенадцати семь. Принял. Оставайтесь на позиции. Значит, обстановка следующая. Ближайшую неделю все проходят до подготовку. Кстати, в следующем призыве будут не только солдаты местной армии ФК, но и также сотрудники полиции и жандармерии. О, у нас он как раз завалявшийся полицейский есть. Пускай вам расскажет, как поджунглен бандитов ловить. Макет завязывай. Кубань, Енисеев. Кубань, на приеме. Оперативно зайди ко мне. Принял. Здесь ждите. Я быстро. Присаживайся. В общем, так. Соберешь всех, кто прибыл вчера, отправляйтесь на Бангасу. На базу ФК. Ты старшей группы. А в связи с чем такая срочность? Они даже инструктаж не прошли. Вот там и пройдут. А заодно местных бойцов поднатаскаете. Разрешите? Свежие разведданные с бомбарем. Добро. Понятно, значит. Замес намечается. Послушай, Сергей. Ну, с пацанами это понятно. Пока они не освоились, им здесь делать нечего. Бангасу далеко, там навряд ли что-то будет. Ну, на кой черт я-то туда поеду? Я здесь нужен, на месте. Вон, корвета отправь, у него рука сломана. Если корвет себе здесь руку сломал, он себе по дороге хрен сломает. Нет, Женя. Отправляйся ты. Мне так будет спокойней. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это косава. Мука из корня маниока. Тут со жратвой хреново. Они из нее лепешки делают. Вкус на любителя. Понятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А долго нам еще ехать? А ты что, устал, что ли? Может, тебя такси и вызвать? А? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Турист, расслабься. Через два дня Будин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри! Смотри! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поехали. Все в порядке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Грабьте! Убивайте! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Берите все, что хотите. Это все ваше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Грабьте! Убивайте! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Насилуйте! Вам все дозволено! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гоните всех к церкви! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все внутрь! Все в церковь! Я их задержу! Стойте! Не делайте этого! Пожалуйста! У! КОaffen для строя! Слушайте меня внимательно. Я не буду долго говорить. Кто готов пойти с нами и взять Банги, тот мужчина, и тот получит оружие и всё необходимое. Кто со мной? Нет. Хорошо, убейте их всех. Пусть я! Порможусь я! Порможись я! Пусть я! Порможись я! Порможись я! Тип-тип! 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 Приветствую. Здрасьте. Кажется, нас окружают добрые и прекрасные люди, медленно сжимая кольцо. Здоров. Мои парни только что сообщили, что в АСМБ Лимбайке группа боевиков вербует молодежь. Здесь и здесь. Могу по телефону сообщить. А я хотел лично поговорить. А, лично? Может быть, пора как-то на это реагировать? Или мы так и дальше будем сидеть на жопе ровно? Давай я еще раз тебе напомню. Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов. Мы не имеем права. Ах, ну да. Пока эти уроды будут мирняк мочить. А потом в столице полный трындец устроят. А мы руками разведем и скажем, не имели права. Так что ли? Слышь, ты что сюда приехал? Ширинками помериться? Ты думаешь, мне похер на это? Только мы тут гости. И по личной инициативе не можем принимать решения. Да ты пойми, первый же убитый нами боевик, и начнется международный конфликт. Вот именно. Ты потом докажи, что это был боевик. Наши друзья за рубежом скажут, что это был мирный житель. А автомат ему подбросил. Именно ты! Ладно. Хора орать. Давайте что-то думать. Корт, всю информацию по боевикам местным военным. Пусть принимают решения. Понял. Здравия желаю, господин президент. Мистер президент, по нашим данным, в коалицию вошли члены всех крупных группировок, включая Селика и Антибалака. Очевидно, что цель повстанцев взять столицу в кольцо, устроить блокаду и сорвать выборы. Они идут с нескольких направлений, вербуют молодежь. Убиты жители нескольких деревень. Господин президент, я думаю, силы ООН-К окажут нам помощь. В конце концов, защита мирных жителей и поддержание мира – это их прямая обязанность. Когда боевики захватили столицу 7 лет назад, миротворцы не помогли. Вряд ли помогут и сейчас. Я больше не хочу войны. Я обращусь за помощью к нашим друзьям. Докладывайте мне каждый час по ситуации. Есть, господин президент. Говорит, ему поручено уведомить нас. В связи со сложной обстановкой, президент Туадыры решил обратиться за помощью к России и Руанде. Наши страны обещали оказать всяческую поддержку. Говорит, что Руанда поможет с обороной столицы. Но за пределами Банги они очень надеются, что мы поможем их солдатам грамотно организовать оборону. И в то же время они не будут против, если иностранные граждане покинут Центральную Африку и отнесутся к этому с пониманием. Все понятно. Если бандиты подойдут к столице, то будет катастрофа. Переведи его. Пусть не нервничает. Все будет хорошо. Не выжимайте. Спасибо. 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 Стой, стой. Ну, все, пацаны, приехали. Вот мы и в Бангасу. Ну, да. Жопа мира. Ну, я бы так не утверждал. Давай. Не база, а проходной двор какой-то. Заходи, кто хочешь. Пески, иди в Ватокомону. Он спрашивает, что вы только что сказали. Скажи ему, что они гостеприимные очень. Охрененные фортификаторы. Сатурн, Енисею. Сатурн, на приеме. Как у вас обстановка? На окраинем боике у Пальмового завода огневой контакт с противником. Была попытка прорыва дороги на Банге. Бой ведут силы ФОК при нашей поддержке. Числилась противника. Пока установить не удалось. Но примерно под полусотню. Потери? У нас нет. У ФОК 3,3 сотых. Все легкие. Еще БРДМ выведены из строя. Держимся пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Енисей, Пиле. Енисей, на связи. У Бесенделя совместно с бойцами ФК организовали засаду. Остановили небольшую группу боевиков. Два десятка рыл. Сдались без боя. Принял. На связи. Сука, твари конченые, а? Живьем бы их закапывал. Смотри, чего творят. Они где-то рядом трутся. Стопудово. Енисей Михайлович, тут под Елоке боевики десять человек Мерника завалили. Найду этих уродов, лично обезжирю. Принял. Животные. Енисей фургону. Енисей на связи. У Гримари отбили нападение на блокпот с ФК. Два срыл с автоматами РПГ. Пытались прорваться, на Сибирь всех обнулили. Потери есть? Нет. Все в порядке. Принял. Приятного аппетита. Да поел. Да, спасибо. Слышь, турист, а тебя чего из ментовки поперли? Бабки брал? Или за пьянку? Че молчишь-то? Я тебе вопрос задал. Пакет завязан. Че ты к парню пристал? Захочет, расскажет. А че я такого спросил-то? Пускай ответит. Или завалил кого? Да пошел ты. Че ты сказали? Мужики, хорош, так-так-так-так. Хорош, мужики, хорош. Хорош. Все, в бледелки поиграли, успокоились. Акет, подыши. Да нормально все, Лимон. Нормально. Я спокойно, как с тадо-бегемодом. Сука. Выдыхай. Он хороший мужик. Мы с ним в одном полку служили. Он командиром группы был. Думаю, в наших делах молитва вряд ли поможет. Насколько я знаю, пока дела идут не очень хорошо. А вы мне говорили, что от русских никаких проблем не будет. Я предупреждал, русские будут нам очень мешать. Похоже, это их национальная особенность, всем мешать. Я уверен, это просто небольшие трудности. И мои люди их смогут решить. Я просто хочу дать вам несколько советов. Они помогут получить те результаты, которые нужны и мне, и вам. И что вы хотите мне посоветовать? Русские – это цемент, который сплачивает ФАКА. Пока есть цемент, песок не рассыпется. Уберите русских, и ФАКА побежит. Вы же понимаете, что вы опытнее и сильнее армейцев. Русские умеют воевать и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой. Что вы конкретно предлагаете? Нам нужна хотя бы одна маленькая победа над русскими, о которой бы написали мировые СМИ. Все должны заговорить о том, что русские бегут, а лучше сдаются. Считаете, этого будет достаточно? Нет. Но одна маленькая победа плюс тысячи наемников из Чада. Вот этого точно будет достаточно. Руки держи, чтоб я видел. Ящики с патронами, оружие. Выносите все, что есть. Оружие и патроны есть? Нет. Нет, не убивайте. Да. Антуан, как дела? У меня все отлично. Через пару дней будем в Банге. Замолчи ты! Ты должен ехать на Бангасу. Зачем мне туда? Это в другой стороне. Ты хочешь меня обмануть? Если ты хочешь получить свои деньги, тогда делай то, что я говорю. Говорит, их разведка засекла боевиков Чада. Около тысячи человек в военной форме, без знаков отличия, пересекли границу в районе Муайен-Сидо. Твою мать! Вас нам еще не хватало. Говорит, вы обещали помочь. Скажи ему, если мы обещали, значит поможем. Анвар, айди. Хорошо. На связи, Памир. Здорово. Это седьмой. Ну как там у тебя обстановка? Стабильно напряженное, держимся. Да? А мне доложили, тебе помощь нужна. Держитесь? Ну тогда держитесь. Мы через неделю-две будем и сменим вас. Давай, до встречи. Жмель, ничего не забыли? Да все на месте. Хреново, что там оружейная эмбарго. Все, что калибром выше 14,5, под запретом. Я в курсе. Справимся. Я в курсе. Справимся. Справимся. Уйдите с дороги. Мы приехали не за вами. Для обороны базы, по периметру, нужно организовать огневые точки. Мы будем заменять, депозь депозь депозь, депозь депозь. Для обороны базы. Ля-ба, ля-ба, ля-ба. Что думаешь, сработает? Ну всегда срабатывало. Тут главное говорить убедительно. Бонжурно. Местный. Значит так. Иси, иси. Все, это ля-минь. Все нахер разорвет. Эти, эм, ля зонфан, там за кокосами. Эти, как их там, сука, коза. Коза тоже. Поморше. Поморше, ни в коем случае. Компреанто? Отлично. Ну что, тогда все, вон, пройду. Не стесняйтесь. По-моему, они ни хера не поняли. Проверять бы не пошли. Минта нет никаких. Шеф. Он из этой деревни. Ну и что? Я местный, из деревни. Окей. Русские установили мины здесь. В деревне? Да, да. Покажи мне. Покажи. Они установили мины здесь и здесь. Здесь и здесь? Да. Понял, уведи. Абонс. Эй. Этих ко мне. Пошли. Мой сын, пожалуйста. Пожалуйста, мой сын. Это твой сын? Мой сын, отдайте сына. Не надо. Пожалуйста. Я отдам тебе сына, если ты сделаешь то, что я тебе скажу. Кубань, Кубань, ну что, у нас проблемы. Вот, женщина просит сына ее спасти. Короче, похоже, нам стрелу забили. Да не ори ты. Ну, в смысле, пардоньте, не стрелу, а рандеву. По местному. Спокойно, парень. Спокойно. Вот. Видишь, с влагом едут. Значит, сразу убивать не будут. Здесь стоять. Спокойно. Спрашивают, мы русские? Скажи ему, пускай ребенка матери вернет. Тогда и будем разговаривать. Если договоримся, отпустят. Значит, не договоримся. Пошли. Подождите. Мадам, стоять! Мама, 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 мама! Вот. Иди. К мамке беги. Мама, мама! Мама, мама! Мама, мама! Мама, мама, мама! Быстрее, быстрее, быстрее! Эй, я пришел с дропа бланка. Я не пришел в войну. Я не буду бороться. Я думаю, что вы тоже. Не, 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 не. Все, что я хочу, это база. Вы меня садите, и мы уйдем. Вы и я. Это наша конфронтация с армией. Говорит, что сделал так, как мы просили. Не хочет воевать с нами, поэтому пришел с белым флагом. Предлагает нам уйти из базы. Мы не трогаем их, а они нас. Говорит, что это их разборки с армией. Предлагает нам не лезть в них. Спроси-ка, как его зовут. Команте пельтил. Здесь у Антуан. Антуан. Антоха, значит. Слушай, Антон. Иди к вам, а? Забирай-ка своих... Ты чего молчишь-то? Переводи. Да я думаю, как правильно перевести. Не надо как правильно, надо, чтобы до этого барана дошло. Будет коно. Не договориться нам с тобой, понял? Пошли. Аккуратно. Пошел, 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 пошел. Турист. Русский. Русский. Обандоней. Говорит, русский, сдавайте. 128-й. Чего? 128-й человек. Говорит, мне одно и то же. Спокойно, спокойно, турист. Все. Кубань, Лимону. Кубань, приеме. У наших друзей тут какая-то движуха интересная. Они ящики из здания в коробочку перетаскивают. Сейчас разберусь. Принял. Мон, ами, эй, что у вас тут происходит? Кэс-кэс пас, шивоп? Мы делаем все, что вы нам сказали. Мы заменаем поиски, и мы развиваемся к кэсс и мунициям. Говорит, что оборудуют огневые точки. Ящики с патронами решили поднести поближе к точкам. Скажи ему, что есть где-то поблизости группа боевиков. Скорее всего, будет попытка занять базу. Они готовы отразить нападение. Очень рассчитывают на нашу помощь. Он благодарен, что мы помогаем его стране. Занимайте позиции. Держите юг, мы север. Кубань, 7. Занимаем позиции к бою. Держим северную часть базы. Макет, да. Тури старым номером к макету. Кубань, макету. Знал, что ли мне тут нужен? Ты хочешь подискутировать со мной на эту тему? Принял. Слышь, воды принеси. Так есть же еще четыре бутылки. Твой номер второй. Принеси, подай. Больше тебе ничего не требуется. Пожалел тебе, Кубань? Второй номер пулеметного расчета. Конечно, лофать что-то. И это, слышишь? Воду солью там найди или аспирином заправь. Да пошел ты. Я все слышу. Кубань, 7. Огонь не открывать. Работаем только в ответ. Модуль да. Лемон да. Поехали, поехали. Кубань, Лимонов. Местные сваливают. В каком смысле? В прямом. О, явление туриста на роду. Я уже думал, ты с местными сбежал. Модуль-то принес? Нет. Я бы мое тоже послал, Бог помощничка. Ты лучше вместо носков памперсы взял бы. Послушай. Слушаю. Хватит уже, а? Какие мы нервные-то. Всем лежать работает, рыбнадзор. У вас в ментовке все такие девочки? Сука. Тебе что бабы не дают? Ты меня решил достать? Лежать, лежать! Я сказал, что башню ты сейчас! Сел, я сказал. У вас все нормально? Да, все нормально. Так, скучаемся им. А ты как? Нормально. Кубань Лимону. На приеме. К нам гости. Четыридесят корову. Прием. Собрались здесь. Где рация-то? Ой, дурак, вояка. Кубань всем. Огонь не открывать. Работаем только в ответ. Ждем. Пусть подойдут ближе. Это я, Кубань. Да. Да. Ну что, как тут у вас? Ползут засранцы. Кто открыл огонь? Контакт! Я ушел. Понял. Пустой, смена! Ниже, на ногу! Готов! Я здесь, пацаны! Кубань здесь! Своя! Я за пулеметом! Попробуй! Макет, Кубань, не вижу мотоциклов штук двадцать и человек пятьдесят пехоты. Принял. Действуя по ситуации. Попробуй! Кубань! Кубань! Фронт! Фронт, мать твою! Расчинеть! Кубань, Лимону. Кубань на приеме. Отступили. Мы тут, мы тут же вроде отбоверились. Кубань принял. О! Здорово! А что, нам тут не рады, что ли? Где хлеб-соль? Ансамбль местной самодеятельности. Так ты через недельку заезжай, все будет. Ладно, пойдем, расскажешь, что у вас к чему и почему. Давай. Против нас сейчас работает несколько группировок. До двухста боевиков на направлении Буали-Бессамбеле. Примерно столько же на направлении Букока-Бада. На северо-востоке удерживаем рубеж Сибирь-Бонбари. Сюда же, по данным местной разведки, выдвинулись боевики из Чада. Это все, конечно, хорошо, но только пока это работа по ситуации. А в данном случае мы имеем большой шанс все просрать. Да? Ну, извини. У меня вообще-то тут другие задачи были. И этот вопрос не по зарплате. Я тебе ничего не предъявляю, так что не напрягайся. Значит так. Завтра вытаскиваешь сюда руководство всех местных силовиков, нужно организовать совместный оперативный штаб для координации дальнейших действий. Это первое. Сейчас. Пять. Пять. Я вам не мешаю? Второе. В ближайшие два дня здесь будет три сотни наших бойцов. Плюс техника. Поэтому определить точки, требующие дальнейшего усиления. Вот ты задачи ставишь. Просто думайте как противник. Тогда сразу поймете, куда пойдут основные удары. Да, если не Синим свяжусь. Я думаю, у него тоже есть свои соображения. Слушай, Альмир, боевики напали на базу Факана-Бангасу. Принял. Что там? Нападение на базу Факана-Бангасу. Наши там есть? Да там только наши есть. Местные свалили. Наших одиннадцать человек. Нахрена им эта база нужна? Семьсот километров от столицы. Я думаю, как выход на дорогу на бомбари. Я же говорю вам, думайте как противник. Зачем вам эта база, а? Наши основные силы находятся в столице. И оперативно перебросить туда мы их не успеем. И что? А то, что эта база легкая добыча. И если боевики ее займут, это будет их первая победа. Ну да. Отжали базу у русских. Об этом можно будет громко заявить. Да, молодец. Соображаешь? Ну да. Имидж все. Жажда ничто. Решайте. Мы уехали. Куда? Изучайте обстановку на местности. Слышь, еще раз в плодику полезешь, я тебе ногу поставлю. Так я же помочь хотел. Ты вот здесь вот сядешь по стеночке, будешь сидеть не отсвечивать. Понял? Понял. Ты как? Нормально, ослабляйся. Тебе еще нас увозить. Мужики, надо на позицию Фака заглянуть, узнать кто стрелял. Есть желающие? Кубань туристу. Я могу. Хорошо. Лемонт с туристом. Иду. А вот водички попей. С аспиринчиком. Контроль. Чисто. Пошли. 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 Плешкин, выход. Пошли. Спина, контроль. Папа. 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 О, да. Папа, папа, папа. Все хорошо. Рус. 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 Папа, папа, Рус. Пускай стол. Молодец. Папа, все нормально, мужики. Да, сова. Сова. Ну, нормально все. Отлично. Турец. Турец, перевод нужен. Турец. Альфа. Альфа. Мы альфа. Альфа, альфа. Рус. 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 Молодец. Молодец. Правильно. Хорошо. Вот так. Спокойно. Все. Это залет. Залет. И какого они там делают? Говорят, готовы обороняться, только боеприпасов у них мало. Командир все забрал. Скажи им, пусть удерживают позицию и быка им свои дай. Пускай поработают в качестве сигнализации. Принял. Удерживайте позиции. Все, договорился. Поехали. Алло, кто это? Это командир группы российских инструкторов. Хочу попросить вас о помощи. В километре от вас сейчас находятся 10 моих парней. Нет, нет, я не могу вам помочь. Нам запрещено вмешиваться в боевые действия. Это нормальный демократический процесс. Я не прошу вмешиваться. Я просто прошу принять моих людей на вашей базе, если в этом возникнет необходимость. А если вопрос только в этом, тогда мы готовы помочь. Одно правило. Ваши люди должны быть без оружия. Я понял. Спасибо. Баран, блин. Русские? Это очень интересно. 200 лет назад мы сожгли их столицу. 100 лет назад они помогли нам одержать победу на Марне и в Эдверденном. И сейчас мы вроде не друзья, но и не враги. Я не знаю, как я должен поступить как француз, но как человек я готов им помочь. Слышишь, турист, я так ответа на свои вопросы не получил. Чего тебе все-таки из бинтовки-то поперла? Ну что, рассказывай. Да нечего рассказывать. Напарник мой пацана взял с наркотой на кармане, а я отпустил. Чего? Много бабок с ним взял? Нисколько. Просто пацана жалко стало. Тяжело тебе пожизнивать. Тяжело. Купань Лимонов. Байки двухсотых забирают. Вижу, не будем мешать. Может, заберут и свалят. Слушаю. Это Енисей. Что у вас? А пока тишина. Помощь нужна. Если только БК подбросить. Завтра в 6 утра к вам выходит вертушка с БК. Расчетное время полета 4,5 часа. С учетом дозаправки бомбари. Отлично. Если будет очень жарко, уходите на базу вон. Я с ними же договорился. И еще один нюанс. С оружием они вас не пусят. Ты предлагаешь оружие на базе оставить? Ни в коем случае. Боевикам оружие не оставлять. Действуй по обстановке. Ладно, понял. Скажу вам. А вот и наши вязаи. Серьезные ребята. Серьезные ребята. Серьезные ребята. Двигается в сторону Сибю. Группа седьмого работает на месте. Я понял. Хорошая новость. А что там с Бангасу? Ночью без происшествий. Вертушку сейчас туда отправляюсь под ногой. Принял. 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 Куда пошли остальные группы? Говорит, что все расскажет. Так давай рассказывай. Мы торопимся. Очень. Эй, сюда, жахни. Бегом! Кубань, Лимонов. Кубань на приеме. Что происходит? По позиции ПК работает РПГ. Твою мать, поддержать их сможешь? С удовольствием. Домик маленький, шесть соток садоводства. Крыша ржавая, сарай из трех досок. Яблоня под яблоками гнется. И две пары из пяти носок. Сохнут на веревке у сарая. Рукомойник из бутылки спрайта. Кот лежит на солнце загораем. До весны не простоит сарай-то. Собирала на дороге мать. Красную смородину. Снова сын уехал. Кубань на приеме. Со смолой сменили позицию. Принял. Пускай! Покосился, скособочился, осевший. Проболкой прикрученный забор. На фотообоях вид не здешний. Солнцем залитых чьих-то снежных гор. Старый кот по имени Василий. Болем, но ведь жив еще пока. И плывут по небу над Россией. А то ли тучи, то ли облака. Собирала на дороге мать. Кубань на кето. Вижу туриста. Это он пикап отработал. Снова сын уехал. Моевать. Умирать за родину. Забирала на дороге мать. Красную смородину. Снова сын уехал. Выпал. Конец котенку. Умирать за родину. Кубань Лимону. На приеме. Я за туристом. Прибивай. Я за ним прийду. Ты куда стоять? Энсамбль со мной денег нести. Кубань Лимону. Обязательский турист. Не умирай пока. Че, может подружку твою тут оставим? Шучу. Держись, турист. Все, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. 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 Я понял, понял тебя. Потери есть? Да. Два трехсотых. Сержант ФК девчонка и наш. Наш тяжелый. Кто? Турист. Турист? Черт. Я так и знал. Неси. Да он пикап с пулеметом уничтожил. Девчонку раненую вытащил. Да чего ты меня уговариваешь? Я ж тебя просил. Аккуратней. Сменил позывной. Твою мать. Ладно, проехали. Секунду. В общем так, вертушка у вас будет через полтора часа. Заберем твоего героя. Жди. Принял. Понятно, что цель боевиков – Банги. Наша основная задача – не пустить их туда. Поэтому, по всем направлениям от города, в радиусе 150-200 километров, необходимо установить усиленные блокпосты и не дать боевикам закрепляться в населенных пунктах. Далее, почти во всех городах у боевиков есть свои люди. Далее, революции имеют свою зону в многих городах. Поэтому, отдельная задача для полиции и жандармерии – организовать усиленные патрули. И действовать надо особенно осмотрительно, чтобы не допускать провокаций. Поэтому, что задача дистинкта для полиции и жандармерии – поставить патрули в этом городе. И нужно действовать с максимумом предупреждения, чтобы не отмечать провокации. И еще, мой комарат, почему ваши бойцы покидают позиции? Что вы тишину поймали? Это – вопрос. И мы вместе должны на него найти ответ. Это я. Я собираю своих людей, и мы уезжаем. Все. Тогда ты и твои люди не получат деньги. Я тебе уже говорил. Да мне насрать на твои деньги, тварь. Проблемы на Бангасу? Небольшие, но я их решу. Не стоит переживать. Они уже решаются. Решаются. Решаются, но без тебя, Максим. Решаются. 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 Я уже увидел. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Кубань, срочно, информация от седьмого. Пленный Сапсёстрова на Бангасу сегодня утром ушла группа наёмников из ЧАДА. Стой человек. Скорее всего, они уже где-то недалеко. Так что сейчас у тебя и нестерозумный вариант оставить базу. Только не геройство и ФК ушли, вы уходите к миротворцам. Не, не сей. Хрен, я теперь отсюда уйду, отобьёмся. Да и с ФК у меня кое-кто остался. Ты про туриста-то не забыл? Вертушки есть где-то здесь? Передай пилоту, что я обеспечу безопасную площадку под эвакуацию и передам координаты. Кубань, не геройствуй. Нет, ты мне сам сказал, действуй по обстановке. Вот я и действую. Я понял, понял тебя. Отбой. Здорово. Здорово. Срочно, у Бангасу в районе базы ФК замечена группа наёмников из Чада. Эй, парни. Там на Бангасу сейчас замес начинается. Бойки чадовские. Так поторопиться тогда надо, а то к началу не успеем. Не, мужики, я в героя играть не собираюсь. Под пулемёты лезть – это так себе история. Послушай меня, пожалуйста. Там наш парень. Пока ещё живой, но с большой вероятностью перейти в двухсотый. И что ты предлагаешь? А я не предлагаю. Я хочу, чтобы ты понял, что в этом случае хоронить мы будем двоих. Его вместе с тобой. Убедительно. КОНЕЦ 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 Ну чё, как ты, турист? Спасибо. Ещё воды? Нормально. Спасибо тебе. Да, ну чё, ерунда. Вертушка уже в пути. Сейчас я тебя на другое место перенесу. Всё нормально будет. Слышь, нормально. Я это… Слышь, можешь выйти? Выйти, ну, подышать. Ну, али, али, али. Тебя как зовут-то? Гриша. Я Алексей. Ну, а… Вот. Ну, познакомились. Ты… Ты уж не сердись на меня, я измениться хотел, что там… Ну, про ментов… Вот это всё… Не обижайся. Нормально. Не-не-не, ты… Ты… Более… Я просто хочу, чтоб ты понял меня. У меня сын Витька. Твой ровесник, ну, может, по-младшему. А я же постоянно в разъездах. В общем, не досмотрел я его, связался он там с какой-то… …компанией. Короче, год назад они там что-то не поделились, стали Витьку прессовать, ментов кто-то вызвал. Они, конечно, приехали, но… …не вмешались. Извини. Нет больше Витьки. А ты живой. Вот и живи. Понял? Живи, блин. А чего ты сюда попёрся-то? А ты? Не знаю. Хотя, не знаю. Американцы ж, они… …за демократии борются. Мы за справедливость. Что, живой? Держись, турист. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ты пришла, а сейчас полетим уже! Всё, пошли. Давай, 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 Алёна, 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 Алёна! Давай, давай! Иша! Иша! Иша, я что подумал? Ты не против, если я твои носки себе заберу, хорошо? Шучу! Субтитры создавал DimaTorzok Алина в реке Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! Бункер! Давай, убавим! Бункер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отходи, страдал! Отходи, держу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пустой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кубань, валить пора! Отставить валить! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На позиции! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кубань, два магазина осталось! Груша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АКБ, хана! Грыз, грыз, давай-то! 129-й. Пиццу заказывали! Они пробки, что ли, там? О, молодца! Крой! О, сейчас! Молодца! Давай, давай, давай! Надо вам зашивать тополь! Тинёв! Тихо! Вы никогда не были убила меня. Иди сюда! Были мягкие 키. КОНЕЦ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жить будет. Аккуратней. Кладём? Готовы? Взяли? Пошли! Давай, 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 давай! Аккуратней, сказал! Живой! Как ты на Бангасу? Отбились! Всё хорошо, в порядке. Держись, держись, братан. Отбились. Максим, ну что? Какие новости? К сожалению, мы до выборов не успеем зайти в Банги. Русские создали нам серьёзные проблемы. Плюс они прислали в страну ещё 300 человек. Почти как 300 спартанцев. Это не те новости, которые я хотел бы услышать. Совсем не те. Но это не означает, что мы проиграли. У нас просто не получилось решить вопрос с выборами. Но зато теперь мы не ограничены никакими датами. Несколько взятых под контроль городов, и ситуация изменится в нашу пользу. Но вам, господин президент, пока ещё бывший президент, и я уверен, будущий. Так вот, я думаю, вам пока лучше уехать из страны. Для вашей безопасности. Охрана! Поехали! 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 На, посмотри. Енисей модуль. Енисей на связи. Тут боевики против нас отправили мирняк с палками. Наверное, думали, что мы по ним работать начнём. Жертв нет. Ну, среди мирных жителей нет, среди боевиков сейчас будут. Мы знаем, где они заныкались. Принял, работайте. Енисей в фургону. Енисей на связи. У меня тут 10 рыл. Перекрасили машины под ООН. Хотели прорваться через блокпост, мы их задержали. Передавай к миротворцам. Вместе с машинами. Пусть разбираются. Принял. Енисей Колосов. Енисей на связи. Господин Туадеры решил поддержать бойцов на Бали. Смелое решение. Только до базы он может и не доехать. Дорога простреливается боевиками. А он на джипе с мигалкой. По машине сразу понятно, кто в ней едет. Все. Это уже хуже. Решение есть? Сейчас решим. Ну вот. Другое дело. Сопровождаем дальше. Смирно. Господин президент, наденьте бронежилет. Здесь небезопасно. Не думаю, что мне это понадобится. Отдайте его солдатам на передовой. Я хочу, чтобы наши семьи и наши дети наконец-то перестали жить в страхе. Именно в этом наша главная задача. Мы не просто должны. Мы обязаны вернуть мирную жизнь нашей стране. Среди нас были и те, кто смолодушничал и оставил позиции. Но большинство из нас дали решительный отпор врагу. Я приехал, чтобы сказать вам спасибо. И я хочу, чтобы каждый из вас понимал. Война для нашей страны стала обычным делом. Я не хочу больше страданий для своего народа. Мы должны вместе это остановить. Ну что, давай, Гришань. Мне пока нельзя. Ну да, врачи запретили. Понимаю, тебе сейчас нужно восстанавливаться. Ты что встретиться-то хотел? Слушай, ну во-первых, так-то старик, если рассудить, сам виноват, согласись? Я же не просто так этому пацану Герыч подкинул. Знаешь, что у него батя? Там такая вкусная сумма светила. А ты его отпустил за каким-то хером. Гришань, ну у меня выбора другого не было. Либо тебя сливать, либо самому. Это все? Дмитрий Балыч, извините, что отвлекаю. Просьба у меня по мне большая. Ты видишь, я с другом разговариваю. Давай потом все порешаем. Извините. Гришань, помнишь Жеку из Центрального ОВД? Он теперь в плавке кадрами рулит. Мы с ним качнули по твоему вопросу, зажали-были. Короче, встретишься с ним, он тебе весь расклад даст. Должность там оформит. Пройдешь комиссию и волком обратно под наши славные знамена. Тема есть интересная. Все разрулим. Без бабла не останешься, поверь. Я за справедливость. Дорогие друзья, в этот знаменательный день в Центре Африки особенно жарко. Ты че? Сегодня Центральная Африканская Республика прошла церемония инаугурации президента Фастен Арканжа Туадера. Напомним, в декабре в республике прошли президентские выборы, по результатам которых лидер страны был переизбран большинством граждан на второй срок. Продолжение следует...